Вы смотрите канал МашНьюз. Это подборка главных промышленных новостей России за прошедшую неделю. Росатом досрочно отремонтировал Ленинградскую АЭС. Росатом 28 июня вывел на номинальную мощность третий энергоблок Ленинградской АЭС с реактором РВМК-1000. Ремонт и частичная модернизация энергоблока должны были занять 62 суток, но специалистам, всего в работах было задействовано почти полторы тысячи человек, удалось сократить срок работ до чуть более 50 одних суток. В частности, были выполнены работы по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реактора, а также модернизированное электротехническое оборудование ЛАЭС. Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. На АЭС работают четыре блока РВМК-1000 и два блока ВВР-1200. Энергоблоки номер 1 и 2 РВМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. В 2018 и 2021 годах вместо них были введены два блока ВВР-1200. Читайте краткий обзор ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23-550 вышел на первые испытания. Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на Адмиралтейских верфях, вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки и бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ, говорится в сообщении. Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году. Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружение кораблей этого проекта в арктических условиях. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в Адмиралтействе. Планируется, что патрульный корабль «Иван Попанин» после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте. Российская компания «Сэр Дронос» испытала надводный дрон, работающий на солнечной и ветряной энергии, сообщает «Машньюз». Необитаемый надводный аппарат «Нарвал» обеспечивает качественные океанические и атмосферные наблюдения и в разы уменьшает стоимость научных исследований. Команда проекта отработала спуск судна на воду и провела первые ходовые испытания. Также специалисты «Сэр Дронос» протестировали отправку данных с борта судна на береговую станцию связи и провели на воде работу всех вспомогательных устройств, которые обеспечивают управление судном. В ходе первых испытаний был установлен запас плавучести более 75 кг. Также были получены первые данные о составе воздуха у береговой линии. Стоимость одного дня миссии современного надводного дрона приблизительно составляет 200 тысяч рублей в день против 4-10 миллионов рублей в день для исследовательского судна. При этом беспилотные надводные аппараты снижают риск возможного загрязнения морских экосистем и атмосферы от выбросов отработанных газов. Надводный аппарат «Нарвал» улучшает предсказания метеорологических и гидрологических моделей. Его можно применять для калибровки и валидации спутниковых данных, мониторинга и трекинга морских млекопитающих и рыб. Аппарат способен следить за незаконным выловом и нелегальным трафиком, обнаруживать нефтяные разливы, изучать рельефы подводной части водных бассейнов. Читайте краткий обзор ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». На конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» российская компания «Редлайн» сообщила о создании одноразового дрона «Воган-9СП» для перехвата беспилотников противника посредством подрыва собственной боевой части. Этот дрон квадрокоптерного типа может достигать скорости около 200 км в час и работает в комплексе с радиолокационной станцией лазерной системой, которая подсвечивает обнаруженную цель. Дается команда на старт, дрон стоит в кассете под углом в 45 градусов, он с направляющей взлетает, максимально сближается с мишенью, в последний момент она водится автоматом по своим системам ведения. Максимально близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части коптера, отметил представитель компании. Кузбасские машиностроители импортозаместили лавные конвейеры. Машиностроительный завод ОАО «Анжеромаш» реализовал импортозамещающий проект для шахты «Усковская». входит в состав Распадской угольной компании. Сотрудники предприятия спроектировали и изготовили для шахты лавные конвейеры мощностью 800 кВт. Раньше подобное оборудование угольное производство региона закупали у английских и немецких поставщиков. Успешная реализация проекта стала важным шагом к достижению технологического суверенитета России. Изготовленные лавные конвейеры по качественным характеристикам не уступают импортным аналогам, но при этом их цена ниже из-за меньших расходов на логистику, а техобслуживание проще, поскольку «Анжеромаш» расположен в том же регионе. Завод активно работает над созданием горнопроходческого комбайна К1000А. Производитель рассчитывает представить новинку в 2025 году на выставке «Уголь России Майнинг», которая традиционно проходит в Новокузнецке. Всероссийский автомобильный портал DROM.RU сообщил, что независимая тольяттинская фирма F-Design начала мелкосерийное производство багги «Арта» на базе «Нивы». Еще год назад был сделан первый образец «Арты» на базе поддержанной трехдверной «Нивы» ВАЗ-2121. Второй образец изготовили на шасси пятидверного ВАЗ-2131. Третий экземпляр находится в работе. Во всех случаях используется усовершенственная версия «Нивовского» мотора. Рабочий объем увеличен до 2 литров, мощность повышена до 130 л.с., крутящий момент до 200 ньютон на метр. Используется карбюраторная система питания для достижения максимальной ремонтно-пригодности в полевых условиях. Багги «Арта» не имеют допуска на дороги общего пользования, их строят специально для нужд фронта. КСК «Металлокомплект» запустил в Твери линию по обработке металла. На производственной площадке КСК «Металлокомплект» ввели в эксплуатацию четыре раскроенных лазерных комплекса, а также два высокоскоростных фрезерных обрабатывающих центра, специализирующихся на обработке алюминия, и плотер для раскроения металлических материалов. На участке механической обработки начали работу четыре ленточно-пильных станка и две высокопроизводительные дисковые пилы. В настоящее время идет монтаж двух токарных обрабатывающих центров. Проект модернизации парка оборудования реализуют с привлечением займа Федерального фонда развития промышленности. Всего с августа 2023 года в рамках проекта введено в работу 53 единицы современных высокопроизводительных комплексов и станков. Суммарный объем инвестиций в проект составляет 2,5 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности. Реализация проекта позволит создать дополнительно 75 новых рабочих мест. По словам технического директора КСК «Металлокомплект» Дмитрия Ширкина, закупленные при поддержке ФРП станки, позволит предприятию с уверенностью гарантировать, что требуемый объем поставок, рассчитанный на выпуск 1200 пассажирских вагонов ежегодно, оно обеспечит полностью по всей номенклатуре изделий КСК «МК». Редактор субтитров А.Семкин